МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самый важный для последователей ислама месяц в году. Время, когда человек наиболее близок к Всевышнему, когда благое дело приносит вознаграждение, а наказание за плохой поступок усиливается. Месяц Рамадан, один из пяти столпов ислама. В это время принято соблюдать строгий пост, усердно молиться и помогать нуждающимся. Люди верят, период воздержания укрепляет не только тело, но и дух. В эти 30 дней у мусульман меняется не только образ жизни, но и рацион питания. Постящимся запрещено принимать пищу в светлое время суток. Умышленная и беспричина нарушать правила нельзя. Это самый большой грех. Верующим разрешается есть всего два раза в день. До рассвета утренняя трапеза называется сухур. Обычно завтрак включает хлеб, яйца, творог, свежие овощи и фрукты, чай из трав. Вечерний прием пищи называется ифтар. Ужин принято начинать с фиников, затем салаты, овощные супы, допускается куриная грудка или стакан молока. В течение дня не кушать, не пить, но на самом деле это сложно два-три дня. А потом организм перестраивается, и ты думаешь, что ты всегда так живешь в этот момент. И у тебя много сил, много энергии, организм очищается. И очень большой плюс в том, что ты не тратишь много времени даже на прием пищи. Поэтому у тебя больше времени, чтобы делать хорошие, благие дела и заниматься собой, учебой, работой. В течение дня под запретом не только еда, но и вода. Чтобы не допустить обезвоживания, мусульмане принимают контрастный душ или обтираются полотенцем. Ты понимаешь вкус глотка воды, вот этой, когда ты пьешь ее, когда разговение у тебя происходит. Вот это не поймешь, пока ты не поддержишь это. И многие говорят, ну как так можно? Это же вроде изнеможение или еще что. Вы зачем это? За месяц организм полностью перенастраивается. Кто держит, он это понимает. Исчезают многие болезни, кстати, да. Вот, например, у кого-то аллергия может быть сильная. И организм так перенастраивается, что он выводит вот эти все ненужные шлаки за этот месяц твоего поста. Это не то, что ты там себя как-то мучаешь какой-то диетой, там вот ты сидишь. Нет, это именно в месяц Рамадан Всевышний дает вот эту вот такую благодать и вкус месяца поста именно в Рамадан. Его только можно так понять. Другие месяца, если ты держишь пост, он не такой сладкий. А теперь представьте, что вы не мальчишки и девчонки, а вы котята. Как поют котята? Три-четыре. Мяу-мяу-мяу-мяу. Там не котенок, там бешеный кот просто. Завершает месяц Рамадан один из двух главных мусульманских праздников – Ураза-Байрам. Согласно преданиям, его установил сам пророк Мухаммед в 624 году. Верующие ориентируются не на солнечный, а на лунный календарь, поэтому дата ежегодно сдвигается. В 2024 году праздник разговения отметили 10 апреля. Мы верим своей радостью к приходу окончания месяца поста. Надеемся, что это еще крепче объединить наши народы, мир, согласие. Надеемся, что так оно и будет. И хотим, чтобы побыстрее в стране, чтобы в мире был мир, и чтобы люди были ближе к Богу, чтобы они стремились делать благие деяния, и чтобы за счет этого получить его удовольствие. Ураза-Байрам продолжается три дня. Праздник начинается с утренней коллективной молитвы. Она называется «Иднамаз». Перед этим верующие совершают полное омовение и одеваются в чистые вещи. В основе любой мусульманской одежды лежит концепция скромности. У мужчин принято скрывать от чужих взоров нижнюю часть тела – от пупка до колен. Мужская одежда называется «Каниз». Вот они бывают из таких хлопковых материалов. Кто-то выбирает подлинча, например. Такие платьевушки к нам больше пришли из арабской культуры. Ну, в них удобно, например, читайте намаз. Также выбирают их для поездок в хадж, например, на паломничество. На голове носят тюбетейку – легкую шапочку без полей. У женщин по шариату, то есть исламскому канону, одежда закрывает полностью все тело. Открытыми можно оставить только лицо и кисти рук. Также наряд не должен просвечивать и обтягивать. Мы стараемся выбирать натуральные ткани – штапель, например, хлопок, муслин. Очень комфортно в таких платьях. Они широкие, поэтому никаких сложностей не вызывают. Даже наоборот, я считаю, что когда прикрытые, наоборот, это защищает от солнечных лучей. Вот. Головные уборы также есть разных материалов. Летом также мы покупаем из натуральных тканей, из хлопка. Приведя себя в порядок, мужчины отправляются в мечеть, а женщины накрывают праздничный стол. По традиции, в этот день в доме у мусульман должен обязательно присутствовать аромат блюд. Аж если, аж если там запах кушания, запах еды. Вот эта традиция, она во многих семьях есть. И когда мужчины с мечети возвращаются, их обычно хозяйки, мамы, бабушки, жены ждут с блинами, ждут с перемечами. Я помню, папа у нас часто уезжал, он приходит за гостями, возвращается. Пять минут и стол готов. Я сейчас удивляюсь, современные хозяйки чуть-чуть другие. Пять минут и стол готов. Гост кто-то пришел, родственник приехал, я с кем-то пришел. Утер, аша, чай, там вот это, вот это, вот это, это наша черта. Строгого набора угощений для праздника нет. Часто на Ураза Байрам готовят самые любимые национальные блюда. Например, плов. В казане 200 литров, рассказывает повар о вас. Кулинария – это его стихия. На нем никаких секретов нет, просто для начала сказать бессмела, вот у нас вот это слово, и в вторую очередь, чтобы чистота была. Сначала жарить мясо, потом лук по этапу, морковь, водичку, потом налить, чтобы бульон немножко скипел. А потом уже через 30 минут можно рысь сюда пускать, держать 30 минут в огне и под крышкой надо держать. Вот, будет готово. На десерт принято подавать сладости. Хозяйки пекут печенье, хворост и пироги с сезонными ягодами. Однако среди этого многообразия есть два фаворита. На десерты обычно мы готовим баусак, чак-чак, потому что это такой праздник немного нужно сделать для детей, для близких. Заранее приготовили, гости пришли, у нас все время свежие сладости есть. Также в эти три дня принято ездить на кладбище и ходить в гости. Мусульмане стараются отметить праздник в окружении самых близких. Они свято верят, чем радостнее проведешь ураза Байрам, тем счастливее будет будущий год. Такая достаточно приятная атмосфера, да, такое воодушевление, понимание того, что ты прошел целый месяц поста, да, и для тебя этот день такой, знаете, достаточно такой энергичный, заряженный и отдающий себе вот столько, как говорится, барраката, да, что думать о том, что где-то что-то не так уже, как говорится, не остается времени. Мне хочется просто отметить, встретить и порадоваться за то, что это прошло, да, и, соответственно, мы должным образом смогли выполнить один из столбов ислама, да, и, соответственно, продержать тот самый пост ураза. В Ураза Байрам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, ссориться, допускать плохие мысли и злословить. Принято обмениваться подарками. В их числе – Коран, религиозные предметы, посуда и декор для дома. Особое внимание уделяют маленьким детям. Для них организуют разные развлечения. Это связано с мусульманским поверьем, что радость ребенка приближает верующего к Аллаху. Редактор субтитров А.Семкин